1 октября состоялась церемония открытия многофункционального спортивного комплекса G-Drive Arena, новой домашней площадки клуба Авангард. Спортсооружение было построено за два года в рамках государственно-частного партнерства между Газпромнефтью, правительствами России и Омской области. Яркое событие объединило болельщиков Авангарда со всего мира. Просто в восторге, я впечатлена от таких размеров, все на современном уровне. Такое я ничего никогда не видела. Мы много где были, ни с чем не сравнить. Мы были в Риге, в Братиславе, в Минске, но такой арены мы еще не видели. Да, на высшем уровне все. Я вчера прилетел, мы вчера вечером здесь проезжали, она горит. Вообще это просто восхищение. Я еще не был внутри, но видел видео, глядя на этот парк. У меня одно сравнение вот с парком Галецкого в Краснодаре, да, стадиона Краснодар. Мне кажется, здесь летом будет просто восхитительно. И если, как обещают, сделают внутри всю инфраструктуру и сделают его центром притяжения горожан, мне кажется, это очень круто для этого города. Болельщики увидели ультрасовременную арену, лучшую в КХЛ и одной из самых крутых в Европе. Взмывающие вверх трибуны отлично сочетаются с максимальным комфортом для зрителей, а ряд технических новаций делают арену многофункциональной и дают возможность проводить как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Для нас очень важно было реализовать этот проект и действительно построить современную, удобную, многофункциональную арену и сделать это быстро и качественно, что нам удалось. Арена многофункциональная, здесь будут проводиться разные мероприятия, но прежде всего она, конечно, для хоккея и она будет открытой для помещений, у которых будет желание прийти и покататься на коньках. И также эту арену мы будем использовать для того, чтобы проводить уроки хоккея в школе для вот этих учеников начальных классов, кто решил заниматься хоккеем, они будут иметь прекрасную возможность попробовать себя на льду на этой арене. Яркие впечатления усилило феерическое шоу со множеством спецэффектов. Над ареной парил ястреб, перед глазами поклонников команды прошли самые знаменательные моменты истории клуба, красочную композицию представила известная фигуристка Елизавета Туктамышева. Болельщиков поприветствовал тренер Боб Хартли. Вы супер болельщики! Затем на лед вышли почетные гости и участники стартового матча, команда «Авангард» и «Сибирь». Приветствие президента России Владимира Путина передал его помощник Игорь Левитин. В течение двух лет, благодаря совместной работе региона и компании «Газпромнефть» мы получили в подарок лучший стадион в России. Поздравляю вас с возвращением «Авангарда» в родной дом! Далее мячей поздравили полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, руководитель «Газпромнефть» Александр Дюков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков. «Спасибо всем мячам, которые терпеливо ждали и верили в возвращение своей любимой команды «Авангард». Я желаю всем хоккеистам и болельщикам драйва на новой «Джидрайв-арене». «Авангард» вперед за Кубком Гагарина! Стартовые минуты матча обнадежили. Хоккеисты старались показать динамичный комбинационный хоккей, но постепенно особый статус поединка начал влиять на ход игры. Все голы встречи были забиты при игре в большинстве. Канадский легионер Сибири Тревор Мерфи открыл счет на 11-й минуте матча, но под занавес второго периода защитник «Авангарда» Алексей Береглазов сравнял результат и забросил первую шайбу нашей команды на «Джидрайв-арене». А на 50-й минуте форвард Ястребов Рид Буше забил второй гол и «Авангард» выиграл со счетом 2-1. Чувствовалась нервозность у ребят, слава богу, что забили первый гол, сравняли, потом владели инициативой, в третьем периоде здорово сыграли. Следующие два домашних матча на «Джидрайв-арене» «Авангард» проведет 8 и 9 октября против Магнитогорского «Металлурга» и клуба «Кунь-Лунь» «Ред Стар». Субтитры создавал DimaTorzok